Привет, ребята, опята! Да, я понимаю, что немножечко поменялась локация и моя прическа на голове, но меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Вы очень много просили в комментариях разобрать песню Хэнси Поболела и Прошло, если не знают, кто эту песню, то она из ТикТок, и сейчас она там очень популярна. Если что, мой ТикТок. И сегодня я научу тебя играть эту песню различными способами, с каподастром, без каподастром, с одним боем, с разным боем и развитие на протяжении всей песни. В общем, этот разбор подойдет и для начинающих, продолжающих и профессионалов. Ну а сейчас, перед началом этого видео, я хочу тебе напомнить, дорогой мой дружок Пирожок, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном ютюбе, и именно ты можешь мне помочь достичь эту цель. Ну а сейчас, бери инструмент в руки и погнали учиться! И вот так вот оно у тебя будет выглядеть. Да, подальше все пошло, поболело и прошло, кто расскажет о любви, в которой прячется тепло, где обиды, а где боль, все пройдет само собой, как на рану сыпать соль, ведь ранила меня стрельбой. Разбор на укулеле. Для начала давайте разберем с вами аккорды, аккорды без каподастра. Они, когда мы будем ставить каподастру и без каподастра, они все разные, но звучать они будут одинаково благодаря каподастру, поэтому сейчас я тебе покажу два варианта, а ты уже сам решишь, какой тебе учить. Итак, вариант без каподастра. Первый у нас сыграется аккорд ля. Мы зажимаем третью струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. Далее мы к этой конструкции добавляем вторую струну на втором ладу, и у нас получается аккорд фа диез минор. Третий аккорд, аккорд до диез минор. Мы зажимаем четвертую и третью струну на первом ладу, а первую струну на четвертым ладу. То есть вот тут, конечно, нужно потренироваться, чтобы у вас звучал, лучше мизинцем играть, потому что безымянным будет неудобно тянуться. Вот так вот. И четвертый аккорд, аккорд, наш любимый ми мажор, или по-другому е, но мы его будем играть именно вот оригинальный аккорд ми, не еси, как мы обычно привыкли играть, потому что он по гармонии тут не звучит. Что будем делать? Все очень просто. Зажимаем четвертую струну на первом ладу, потом первую струну на втором ладу, и третью струну на четвертом ладу. Вот такая вот конструкция у нас должна получиться. Можно играть через мизинец, можете попытаться играть через безымянный, попробуйте и тот, и тот вариант, кому как удобно. Итого, ля, фа диез минор, до диез минор и ми. Это был первый вариант без кападастром. Если мы будем играть с кападастром, он у нас будет звучать на четвертом ладу, вот так вот мы его поставим, и тут что-то будем играть. Ну вот, давайте сначала покажу аккорды без кападастром, а потом их сделаем с кападастром. Тут уже будут всеми нами простые любимые аккорды. Первый аккорд фа. Зажимаем вторую струну на первом ладу, а четвертую струну на втором. Далее к этой конструкции мы прибавляем третью струну на втором ладу, и получается дм. Теперь со всей этой конструкции оставляем только четвертую струну на втором ладу, и получается а-м. И четвертый аккорд, аккорд д д д мажор, получается первую струну, мы зажимаем на третьем ладу. Все вместе. Фа, дм, а-м, ц. Как это будет у нас с кападастром, мы ставим его на четвертый лад, и представляем, что он у нас слушает нулевым ладом, и от него уже считаем. Тут все то же самое будет, получается фа, дм, а-м, ц. Вот, по сути аккорды разные, но звучание одинаковое. Кому как удобно выбирать один из двух вариантов, так и учите, и играйте эту песню. С аккордами понятно, что теперь нам делать по бою. Бой в оригинале один и тот же на всю песню, бой восьмерка. Играем вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх. И он будет играться один раз на один аккорд. То есть вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, 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 вверх, вниз. Или другой вариант. Хоба, погнали, и вниз, 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 вверх, вверх, вниз, вниз, вверх. Вы, конечно, можете играть вот этим боем всю песню, но это будет очень скучно, неинтересно, поэтому мы ее сделаем немножечко разнообразной. Итак, в начале песни играется припев два раза. Так вот, за первым разом мы припев будем играть один удар вниз на каждый аккорд, а за вторым разом, когда мы будем повторять этот припев, уже полноценный бой, восьмерку, которую только что вы учили. Получится. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло, где обиды, а где боль, все пройдет само собой, как на рану сыпать соль, ведь ранил меня стрельбой. И за вторым разом и. Да, подальше все пошло, поболело и прошло, кто расскажет о любви, в которой прячется тепло, где обиды, а где боль, все пройдет само собой, как на рану сыпать соль, ведь ранил меня стрельбой. Так, кстати, вы можете на последнюю строчку, слава, где ранила меня стрельбой, сделать один удар вниз, потому что там у нас будет переход на куплет. Разбор на укулеле. В этой песне играется один куплет, и то рэпчиной. Не совсем я, я могу его спеть прям идеально, но я надеюсь, у вас получится, если что, обязательно в инстаграмчике мне отметьте, я посмотрю, какие вы крутые. В куплете вы можете также играть по одному удару вниз на каждый аккорд, то есть я брожу по улицам один, к черту этот карантин. Я болен тобой был, расстреляла мой тыл, находила сто причин, дабы нам не быть вместе. Ле-па-па-та-та, вот Даша пошла мимо нот. Или можете играть полноценным бой восьмерка, просто тут нужно понимать, тут нужно помнить вот этот рэп, вот эти аккорды, еще бой восьмерка не сбиться. Поэтому выбирайте, какой из вариантов вам более удобен. Или полностью восьмерка все играть, или делать один удар вниз на вот этот куплет. Тогда получится у вас, если берете бой восьмерка, следующее. Я брожу по улицам один, к черту этот карантин. Я болен тобой был, расстреляла мой тыл, находила сто причин и так далее. Так, с этим понятно, да? Вот так вот у нас первый куплет весь прошел и последний. Далее мы играем опять припев, но только один раз. Но тут уже полноценная бой восьмерка на протяжении всего этого припева, да? И у нас будет финал, скажем так, кода, где мы говорим, что ты ранила меня, стрельбой, ранила меня. Там мы также продолжаем играть бой восьмерка. И получается... И это все песни, представляешь? Невероятно круто, классно, вау! Ну, если тебе понравился этот видос, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Если ты хочешь, чтобы я увидела все твои укулельные старания, то все очень просто. Берешь любую песню и мелодию с моих разборов, учишь ее, выкладываешь себе в инстаграм и отмечаешь мой профиль Даша Кирпич. И тогда я тебя замечу и дам обратную связь. А если ты хочешь поддерживать абсолютно все мои труды и старания, то можешь подписаться на меня на Boosty, вот как делают эти все ребята. Спасибо им за это огромное! Замена мне получают клевые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok